Как бы не совершенствовалась видеотехника, какие бы цифровые камеры не появлялись бы в руках фотографов и операторов, рисунок, сделанный от руки, будет существовать вечно. По крайней мере, до тех пор, пока в человеке живет тяга к художественному творчеству. Иначе как объяснить, что эти ребята в любую погоду приходят в студию Дома технического творчества имени Савченко и самозабвенно пытаются отразить на бумаге красоту окружающего мира? Получается не сразу, но не стараются. И такие старания им по душе. Сначала я делала батик, сейчас делаю витраж. Пришла я сама, очень хотела рисовать. И привода, да, сейчас снимаю тоже рисунок. А что, все художники когда-то начинали с простых рисунков. Учились правильно держать карандаш, смешивать краски, выбирать цвета и составлять композиции. Вот и наша новая знакомая. Кто-то еще упражняется за столом, а кто-то уже садится за мольберт. Глядишь, и вырастут из них. Новые репины и врубили. Ван Гоги и Матисы, Ребранты и Рубинсы. Мир творчества велик. Места всем хватит. Чепрова Дарья, Харлова Татьяна, Кремер Юлия, Субычева Дарья, Кном технического творчества имени Савченко, школа номер 18, карманные новости. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, 8 марта оно и есть 8 марта Корчагина, Снижана, Батищева, Алена, Большой номер 3, карманные новости Игрушки Покажите нам человека нашего возраста, которого не волновало бы это слово Да что мы! Есть подозрение, что взрослые тоже неравнодушны к этому достижению человечества Потому и стараются понавыдумывать побольше Очередное венье школьной игрушечной моды Лол Характерные признаки такой куколки при небольшом размере около 10 сантиметров Большие глаза, способность плеваться и даже писать Менять цвет волос Короче, не игрушка, а конец цвета У меня есть лол И это такая куколка У нее есть стаканчик У нее есть туфельки У нее есть платьишко У некоторых есть ободок У некоторых есть места ободка корона И мне очень нравится Ну хотя все говорят, что это подделка Но это подделка Ну ничего, у нас в Витьке, по-моему, у всех подделки Чуть не забыли Пайетки Поясняем для непродвинутых Пайетки Это маленькие кругляшки Из которых складывается изменчивая поверхность различных предметов Блокнотов, дневников, футболок, наволочек Это блокнот пайетки Эти блокноты появились где-то в декабре И все приносили Но я тоже захотела И мама мне только купила в январе И не подумайте, что только мы, ученики младших классов Можно сказать, подсели на это И старшеклассники, и взрослые, и даже учителя Не прочь приобрести такие новинки Из Неченко Арина, Полякова Карина, Каковина Алина, Тишкина Ангелина Школа номер 40, Карманные новости Ну казалось бы, что новое придумали для поздравления с праздником весны Все слова сказаны, все подарки подарены Что остается? Самодеятельность Творчество Этого добра нам не занимать Так что 7 марта Все наши педагоги и женщины принимали поздравления прямо при входе в школу И непростые Каждой предлагалось выбрать лепесток С лучшими пожеланиями от любимых учеников Вы бы видели лица преподавателей А как нам было приятно и не рассказать Конечно же, на этом праздник не закончился Парни из актива школы побывали в каждом классе Даря девочкам теплые слова И поздравления с 8 марта О классных посиделках и не говорим Здесь традиционно чай, сладости и поздравления Табакаева Алина, школа номер 20, карманные новости Сольфеджо Сольфеджо Единственный предмет На котором от ученика требуется определенная сила голоса Как иначе? Хотя, по правде сказать Петь громко вовсе не значит петь правильно Скорее наоборот Но это уже тонкости А если по-простому Уроки сольфеджо призваны научить нас основам вокала Даже тех, у кого проблемы с музыкальным слухом Как добиться таких успехов Лучше известно нашему преподавателю Людмиле Юрьевне Зыковой Сольфеджо сложный, но очень важный предмет Это основа музыкальной грамотности Ребята должны правильно слышать музыкальные звуки Правильно их воспроизводить Для этого нужна усидчивость и старательность Ну и, конечно, какие-то находки педагога А еще сольфеджо учит нотной грамоте Та еще наука Нот всего семь, но вот их бесконечные сочетания И рождают шедевры музыки Профессионал способен петь мелодии по нотам Что называется с листа Для большинства из нас такое умение недоступно Пока Кто знает Может и среди учеников Баши найдутся уникальные таланты Поживем, увидим Алмадакова Эмиля Батящева Алена Баши номер три, карманные новости Как хотите А декламация Самый народный Можно сказать Демократичный Жанр школьного искусства Давайте рассуждать Чтобы спеть песню Мало выучить текст Нужен еще музыкальный слух И голос А если их нет Танцы Чтобы удивить жюри и публику Требуется навык исполнения Алиментов Не все же занимаются В танцевальных кружках Что остается Выразительное чтение Стихов или прозы В связи с вышесказанным Стоит удивляться Что когда в нашей школе В очередной раз Было объявлено о конкурсе стихов В преддверии Дня защитника Отечества От желающих выступать Не было отбоя Чтобы работать И учиться Мы спокойно наш народ Охраняет наше море Сравный Доблестный моряк Голдареет на линкоре Наш родной Российский флаг Любой конкурс Предполагает наличие В нем победителей Наш не исключение Из 60 участников Было решено распределить Первые места По параллелям Гран-при Получили 9 человек Учитывались Сложность И эмоциональность Особого одобрения Жюри Удостоились Скосарев Данил Третий Б Пленков Сергей Первый А Хрущева Виктория Четвертый В И Булюменко Анна Первый В Лауреатами первой степени Стали 4 человека Второй степени Пять человек И третий Шесть Примечательно Что одна из участниц Конкурса Лопатина Алина Третий Б Посвятила свое выступление Бабушке Ветерану Афганской войны Которая тоже присутствовала В зале И болела за внучку Резниченко Арина Бакаев Арсений Якутова Ульяна Шилова София Мирзина Настя Школа номер 40 Карманные новости Лично я плаваю Чуть лучше топора Ну вот не сложилось А у Кати Карнаушенко Случай другой Этот товарищ По ее рассказам Научился плавать в лет шесть Как-то само собой вышло Плавала девочка Плавала И доплавалась до секции Подводного плавания В ластах И с маской Там ребенка заметили Пришла первый раз на тренировку И у меня с первого дня Сразу все стало получаться Я плавала просто Можно сказать Мне говорили мои тренера То, что я плавала хорошо И я была самой лучшей в группе Мне самой первой дали ласты Я не боялась то, что я могу там Утонуть, там водой подавиться Или еще что-то Катя вообще смелая девочка Это видно из первых минут общения с ней Судитесь сами Просто ли это Надеть на лицо маску Нацепить ласты И под воду Тут на воде ты еле держишься А вообще Катя человек разносторонний Сначала она занималась танцами Потом плаванием А сейчас решила переменить Вид деятельностью Она у нас вообще спортивная Среди ее достижений Есть 4 грамоты И 4 медали 2 золотых 1 серебряная И 1 бронзовая И все городского уровня Голова Нова Вера Папина Анастасия Соломина Дарья Зайцева Рамеля Школа номер 25 Карманные новости Может быть На исходе второго и десятилетия 21 века И трудно удивить кого-либо компьютером Но вот быстро и легко Освоить это сложное устройство Можно только здесь В кружке Роботрон Дома технического творчества Имени Савченко Под руководством такого специалиста Как Татьяна Михайловна Любая сложная программа Становится понятной А уж после Недаром говорят Аппетит приходит во время еды В этом кружке Мы учимся программировать Составляем всякие таблицы Рисуем Пейнти Варде И так далее Мне очень нравится Ходить в этот кружок Здесь очень хорошо Здесь хороший учитель И я научился Программировать В умелых руках компьютер Сродни волшебной палочке Зная нужную программу Освоив навыки пользования ею Можно самому создавать новую реальность Да, на экране монитора Но разве от этого Она становится менее желанной? Харлова Татьяна Субачева Дарья Чипрова Дарья Кремер Юлия Дом технического творчества Имени Савченко Школа номер 18 Карманные новости Все-таки хорошо Что 8 марта Идет следом За 23 февраля А не наоборот Мы свое дело сделали Поздравили будущих Защитников Отечества Остается спокойно ждать На какие подвиги Решатся мальчишки Теперь уже ради нас А то, что они это сделают Нет никакого сомнения Они же рыцари И мальчишки не подвели Как видите Наш девчоночный 2-й А Не остался без поздравлений Все довольны И мы И мальчики И учителя Главное теперь Не забудь бы поздравить Наших педагогов Их-то праздник 8 марта Касается в первую очередь Так что с праздником вас Дорогие наши учителя Поздравляем! 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 Старожок Софья Рерих Кристина Школа номер 20 Карманные новости Может для кого-то Телевидение Развлечение А для нас С позволения сказать Профессионалов Работа Вернее учеба Поскольку специалисты Мы начинающие И если жанр Информационного сообщения Для нас не нов То вот Разговорное шоу Правильнее Ток-шоу Процесс не освоенный Так что установка Руководителя На отработку Данного вида Телепрограмм Мягко говоря Повергла нас в шок Как? Говорить на камеру Без подготовки Можно сказать В прямом эфире Да ни за что Впрочем Говорят Глаза боятся А руки делают И мы приступили к работе Для начала Как участники Выбрав подходящую тему В частности Современное телевидение И разумеется Молодежь Вернее то Что нас интересует На этом самом телевидении И представьте Незаметно для себя Разговорились Все Кроме меня Преодолеть собственное стеснение Мне не удалось Зато мои коллеги Постарались на славу Мне ничего на телевидении Не нравится Блин Ну только может быть Когда Гарри Поттера показывают Мне много что нравится Допустим Мне нравится импровизация Мне нравится студия Союз Мне нравятся Разные сериалы И мне очень нравится Фильм Голодные игры ТВ3 нравится Потому что там Показывают Всякую Мистику А мистика Мне кажется Интересно Молодежь У меня бабушка На этой гадалке Помешалась Она как ее Насмотрится Так потом Ходит Вот В зеркало Ночью смотреть Нельзя Вот она достала С этой гадалкой С этой слепой И со всей этой фигнистикой Я однажды тоже смотрела Эту гадалку Я поначалу ее увлекалась Но я не верю Вот в это Типа Ой, все кто смотрят Нельзя еще что-то Вот если рассуждать По их мнению То там вообще ничего Жить нельзя Жить, но Вот теперь Сакраментальный вопрос Самый главный Я считаю Давайте Доп-2 Фигня Я в камень смотрела Знаете Это скандалы на люди Зачем 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 знать Вообще кому-то То, что У кого Такие проблемы Вот я не понимаю Зачем Вот я знаю То, что в нашей школе Из персонала Смотрит Дом-2 Два человека По крайней мере Я знаю Им да Им может быть интересно То, что Вот эти интриги всякие То, что В жизни мало Как бы таких Ну, таких эмоций уже А вот молодые Мне кажется То, что там Ну, допустим 14 Там 25 Ну, максимум Таким людям Кажется Неинтересно Будет это смотреть Но если там Они одиноки Извините Там Некуда выйти Не с кем поговорить Тогда да Тогда они будут Это смотреть Мне кажется Что это вот люди Которые Знаете Вот одинокие Вот прям Конкретно Которым У них никого Никого нету Ничего Вот этой любви Нету Не было И они смотрят Как это все Строится у других Людей Им это интересно Я бы сделала Тот канал На котором Не то, что Вот Допустим Одно развлечение Либо там Одна музыка А было бы Как Как это даже Назвать Ну типа А сорти разных Программ Разного направления То, что Чтобы всем было Интересно Например Какое-то там Время детские Какое-то время Научно Популярные Какое-то время Там Какие-то Познавательные А вечером Можно было бы Фильмы какие-то Показывать Там Допустим Одно время Там Фантастика Другое время Детективы Там Я ее поддерживаю Потому что Мне тоже кажется Что Такой канал Был бы очень Интересный Где Немножко Познавательное Немного музыки Немного фильма Всего понемножку И было бы Очень интересно Такой вот Первый опыт Коллективного Обсуждения Похоже Девочкам Понравилось Так что Ждите продолжения Амадакова Эмилия Сайгушева Людмила Батищева Алена Корчагина Снежана Ваши номер 3 Карманные новости Без сомнения 8 марта Самый романтичный Праздник Вот только для кого На мой взгляд Больше для мальчишек Какой простор Для подвигов Если бы только в школе Наши парни Решили расширить границы И выйти на микрорайон Уж здесь-то есть Где развернуться Главное решиться Подойти к незнакомому человеку И с уверенным видом Вручить подарок Если конкретно Открытку Выполненную руками Наших семиклассников Погода 7 марта Была отличная Никаких препятствий Чтобы подарить женщинам Весеннее настроение Владимирская Дарья Бурова Елена Школа номер 20 Карманные новости Посмотреть со стороны Непонятно Кто кого несет Ученик Ранец Или Ранец ученика По размерам Они почти одинаковы Плюс Дополнительный арсенал Из игрушек Разного вида Сейчас неизвестно Кому прошла в голову Эта идея Но на днях Наш Трэнти Б Решил провести Конкурс На самый тяжелый Портфель Без шуток По мнению взрослых Рекордный вес Школьной амуниции Доходит до 10 килограммов Если постараться Водушевленные этой идеей Отдельные представители Нашего класса Даже отправились В медицинский кабинет Чтобы с точности До грамма Выявить победителя Не удалось Школьного медика В тот день не было Так что пришлось Определяться на глаз По мнению большинства Носителям Самого тяжелого ранца Стала Софа Шилова У меня в портфеле Очень много всего Там и учебники И пеналы Да чего там только нету И меня объявили Что у меня Самый тяжелый портфель В классе В общем я в шоке А вообще Если подсчитать Одних учебников За курс третьего класса Набирается больше 20 Плюс ТПО Тетради на печатной основе Плюс форму на физкультуру Плюс сменка Добавьте сюда по вкусу Тару до воды Навесные игрушки Пеналы И получится то Что получится Неподъемный школьный ранец Когда я собираю портфель Вроде кажется Что все Все надо в учебнике Но потом получается Что он Получается очень Тяжелый портфель У нас по урокам Каждый учебник И еще дополнительно То есть хрестоматия Или какой-нибудь словарь И у меня там и бумажки И все такое У меня там много всего лишь В моем портфеле лежат И учебники И пенал И папка И блокноты Чего там Тоже только нету Всего полно И ненужные тетрадки Иногда ношу И черновики Беляева Анна Ногательство Аля Пикузо Настя Головина Настя Скосы Ревданил Толмачева Катя Школа номер 4 Карманной новости Как для кого А лично для меня Праздник 8 марта Мамин праздник Чего удивляться Что наш второй А Первым делом Вспомнил именно о них А какой праздник Без улыбок Шуток Веселье Но поскольку Мальчиков в нашем Классе нет Торжество получилось Чисто дамское Но от этого Не менее веселое Одни конкурсы Чего стоили Нет Ну казалось бы Чего проще Найти свою маму А если глаза завязаны Но мы нашли их А мама в свою очередь Нас И конечно же Были песни Праздник 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 Дарим вам Все цветы Али для наших мам Солнце Утром Улыбнется Пусть И разгонит Сюль печаль и грусть Рерих Кристина Старожук Софья Школа номер 20 Карманные новости Что такое теория Без практики Да ничего Тем более в таком деле Как операторское мастерство Сколько не объясняй Разницу между общим И крупным планами Сколько не пытайся Освоить выбор Нужного ракурса Пока не возьмешь Камеру в руки Отдачи не жди Потому что наша группа И решила Что называется Набивать руку В конкретном деле Для чего отправилась В Дом технического творчества Имени Савченко Снимать работу Здешних кружков Вот где настоящее творчество У каждого Своё представление О должном У каждого Свой личный опыт Учиться в коллективе Всегда лучше Чем поодиночке Это естественно Есть возможность Посмотреть Что сделали коллеги Выслушать их мнение Дать свою оценку Всё познаётся В сравнении В любом случае Такой опыт для нас Оказался очень полезным Ну а насколько мы преуспели В профессии телеоператора Судить вам Зрителям По тем материалам Которые появятся В новых выпусках Субачева Дарья Чепрова Дарья Харлова Татьяна Кремер Юлия Дом технического творчества Имени Савченко Школа номер 18 Карманная новость Тот факт Что вы смотрите данный материал Уже говорит Читать мы умеем Однако уметь читать И любить чтение Не одно и то же Чтобы научиться ценить книгу Одних школьных учебников Недостаточно Но где же найти Интересную литературу Есть такое место Библиотека семейного чтения Что расположилась Не так далеко От нашей школы На площади 9 января Там нас уже ждали И обстоятельно рассказали О тех книжных богатствах Что хранятся На здешних полках А на обратном пути Нам случилось проходить Мимо снежного городка И где вы видели Человека в 9 лет Который упустил бы Такую возможность Покататься с горок В конце февраля Не сегодня Завтра Пригреет солнышко И нет горок Так что наш поход Выходного дня Оказался и полезным И приятным Кстати о пользе В тот же день По дороге в библиотеку Наш третий Б Что называется Почистил планету Мы не шутим Так уж мы решили Провести акцию А именно Выбросить пластиковые бутылки В специальный контейнер В противном случае Такая тара Будет разлагаться В общей массе мусора Очень долго А если ее еще и сожгут Отравит атмосферу Толмачева Екатерина Бакаев Арсений Каковина Алина Школа номер 40 Карманные новости Посмотреть со стороны Непонятно что это То ли занятия в секции То ли урок физкультуры В очень маленьком классе На самом деле Идет сложный Съемочный процесс Обратили внимание Вот на эту девочку С телефоном в руках Это я Оператор нашей группы Цель работы Съемка видеоролика Посвященного Пропаганде Здорового образа жизни У нас в гимназии Есть два оператора Я и моя подружка Ксюша Мы снимаем Какой-либо материал И потом его передаем Еще нашей Одной подружке Маше Она уже начинает Монтировать И накладывать музыку Сценарий придумывали сами Ну как могли Представляете По условиям конкурса Призывающего К здоровому образу жизни В кадре Не должно быть Никаких посторонних предметов Которые бы напоминали Зрителям О вредных привычках Вот мы и решили Выпросить у взрослых Ключ от малого Спортивного зала И сделать постановочные кадры А потом смонтировать Такие люди у нас есть Несколько лет назад Я начала монтировать видео Поэтому для меня Будет сейчас несложно Склеить пару фрагментов Наложить музыку Чтобы получился Такой вот видеофрагмент Сложнее всего Было со слоганом Слоган Это такой краткий девиз Который бы отражал Главную мысль Видеоролика Думали долго Кое-что придумали Надо полагать В одном из номеров Карманных новостей Ролик можно будет посмотреть Просим не судить строго Конечно Мы хорошо осваиваем Телевизионные профессии Но согласитесь Настоящими профессионалами Нас назвать трудно Илваева Мария Лыхина София Попова Дарина Черникова Ксения Нижегородцев Дмитрий Гимназия номер один Карманные новости Практика показывает Что каникулы Бывают двух видов Очередные Так сказать законные И стихийные Появляющиеся внезапно По ряду причин Нынешний учебный год Оказался богат Но последний С начала мороза А ближе к началу весны Карантин по болезни Вот незадача Хотя у каждого Свое мнение На этот счет Странно выглядит школа С пустыми коридорами Вроде бы и знакомая А вроде бы и нет Вокруг ни души Взрослых не считаем И не поверите Хочется Чтобы занятия Начались поскорее С одноклассниками повидаться Да и учеба Не должна простаивать Сейчас отстанем Придется нагонять Каковина Алина Чернова Карина Школа номер 40 Карманной новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова